Аэрорук Аэрорук А свой первый голевой удар хозяевам удалось провести на 16-й минуте. В воротах противника отквитался Василий Рязанов. В следующие минуты игры команды продолжали обмениваться острыми выпадами, но взять ворота соперника первым удалось гостям. На 23-й минуте гол в падении забил Андрей Полиновский. Со счетом 1-4 в пользу Украэроруха команды ушли на перерыв. Второй тайм начался с быстрой атаки и результативного попадания паруса. На 26-й минуте гол с острого угла забил Игорь Наконечный. В середине второго тайма соперники обменялись обоюдоточными голевыми попаданиями. На 35-й минуте после ошибки в защите Аэроруха Михаил Медведев вышел с вратарем 1 на 1 и мощным ударом вогнал мяч в ворота соперника. Гости отквитались минутой позже. Дубль ворота паруса оформил Андрей Полиновский. В конце матча напряжение стало нарастать. Усилил интригу в игре гол забитый в ворота Украэроруха Сергеем Чемирегой на 43-й минуте матча. Счет в игре становится 4-5 в пользу гостей. Разница в одну очко раззадорила футболистов паруса. Прибавив скорости, хозяева быстро повели мяч к воротам соперника, но попытка на 45-й минуте сравнять счет не удалась. Мяч прошел вдоль ворот. Три минуты до окончания игры и разница в одну очко не только раззадорила парус, но и заставила собраться Украэрорух. На 47-й минуте в стремительной атаке покер в ворота соперника забил результативный в этой встрече Александр Варава. Разыграв результативную комбинацию, гости решили не сбавлять темп, а продолжать забивать. На последней минуте с разницей всего в несколько секунд два гола подряд вновь реализовал Александр Варава. Счет в игре становится 4-8. Финальный свисток и с перевесом в 4 очка в этой встрече победил футбольный клуб «Украэрорух». Сегодня мы играли с очень неплохой командой. Игра, конечно, была немножко нервная, но ребята постарались и забили достаточное количество мячей для выигрыша. Мы команда непрофессиональная, занимаемся другим видом деятельности. И здесь просто отдыхаем и поддерживаем физическую форму наших сотрудников. Продолжение следует... Продолжение следует...